Здесь можно сказать одно, это, конечно, безобразие, потому что я не думаю, что наше правительство прямо хочется к нему обратиться. Ребята, не надо так перестраховываться, да не бойтесь вы ничего, не надо бояться. Самое главное, так сказать, иметь мужество, так сказать, управлять той страной, которая тебе досталась. И, в общем-то, особо и не жаловаться. Вы нормально живете, вам все хорошо, никто не собирается у вас там, так сказать, скидывать со счетов, никаких дел, по-моему, революции. Если все будет нормально, если общество будет двигаться и развиваться, так сказать, по законам Божьим, то все будет хорошо. И зачем нужно вот этот вот тотальный контроль? Ведь доходят до идиотизма, начинают слушать, частные какие-то дурацкие переписки. Я, честно говоря, как артистка имею много поклонников. Мне пишут иногда такое быдло, извините за выражение, неужели надо вот этим быдлом? Я иногда отвечаю в их же стиле, знаете, так, как дела, хорошо, и какие-то тупые вопросы. Вот вы будете все это читать, вы просто умоетесь слезами, я вам скажу. Люди перейдут, придумают, как вас все равно обмануть, потому что существует изопов язык, и все уже знают, как обманывать компьютеры. И дети уже сейчас даже, я знаю, 13-летние знают, как обманывать, как взламывать и так далее. Нет средства, против которого нет другого средства. На каждое действие закон Ньютона есть противодействие. Поэтому придумывайте, вам придумают противодействие. Как система антирадаров, как заклеивать номера. Все всегда можно придумать. Не нужно прессовать свой народ. Оставьте вы его в покое, пусть он радуется и развивается. И тогда вам будут все благодарны. И никто вас не захочет опрокидывать, скидывать, сделать подкуп под Кремлем, взорвать Белый дом. Никому это нахрен не нужно. Мы все хотим хорошо жить, все хотим быть любимыми, все хотим врастить своих детей. Как тысячи лет назад.